И хотел бы вам сейчас представить нашего следующего докладчика. Это Андрей Федоров, руководитель направления платформ ВАЗ-сервисов-операторов компании CTI. Хотел бы подчеркнуть до того, как Андрей начнет, что Андрей очень большой опыт, предыдущий именно в операторском бизнесе. И сейчас, находясь в одежде системного интегратора, но со старым бэкграундом операторским, он видит мир оператора по-другому. Вот каким он видит этот мир, сейчас Андрей с нами поделит. Здравствуйте, меня зовут Андрей Федоров, меня уже представили. Я возглавляю направление операторских сервисов и платформ в системном интеграторе CTI. Это достаточно известный и старый российский интегратор. Он существует на рынке с 2002 года, и много наших решений стоят, в том числе, у операторов большой тройки. В основном это решения, связанные с колл-центром, сетевым оборудованием, IP-телевидением и многое-многое другое. И я в своей презентации хочу рассказать о некоторых операторских сервисах, которые могут быть полезны как операторам, так и просто компаниям, которые представляют какие-либо услуги, общаются с клиентами, и каким образом можно сделать так, чтобы эти сервисы увеличивали лояльность клиентов. Начнем мы с решений для контакт-центров. Собственно, когда я пришел в мир интеграторов, меня сразу же заинтересовал вопрос, а почему до сих пор никто из операторов или крупных банков и иных компаний не использует такую вещь, как голосовая аутентификация, голосовая биометрия для контакт-центров. Собственно, как сейчас выглядит диалог клиента с контакт-центром оператора или банка? Ему нужно сначала позвонить в колл-центр, представиться, назвать свое имя, фамилия, отчество, если он хочет подключить или отключить услугу, ему нужно назвать паспортные данные, кодовое слово, девичью фамилию матери, и только потом этот процесс через минуты-полторы закончится, и в итоге у него скажут, здравствуйте, Василий Петрович, а, вы хотите включить роуминг? Ну давайте, хорошо, сейчас вам все включим. Собственно, есть очень интересное решение, которое основывается на технологии голосовых отпечатков. Я думаю, что все пользовались приложением Shazam для айфона или, например, Яндекс.Музыка, может распознавать песни, узнавать их и загружать их в библиотеку. Подобная система есть и для контакт-центров. Абонент может когда-то позвонить в контакт-центр, его, допустим, первый раз узнали по паспортным данным. Оператор может его направить в специализированный AVR, AVR попросит клиента произнести несколько любых слов, ну либо любых, либо каких-то заранее заданных, и в течение где-то 5-10 секунд специальная система слушает клиента и составляет голосовой отпечаток, после чего это он записывается в специальную базу. И в будущем, когда этот человек позвонит в контакт-центр, эта система может его узнать. Она может его узнать, либо направив, когда пока еще клиент находится в очереди, его можно направить на специальный AVR, который попросит произнести несколько слов, клиента узнают, и когда он попадет уже, собственно, на агента, на консультанта контакт-центра, у консультанта на экране уже будет гореть специальный значок, что идентификация абонента свершилась, и к нему можно сразу обратиться, «Здравствуйте, Василий Петрович, а что вы хотите?» Абонент скажет, «Я хочу включить роуминг». Ему скажут, «Хорошо», и роуминг будет подключен. Также эта система обладает несколькими интересными возможностями. Она позволяет бороться и выявлять мошенников, которые, например, записали где-то образец голоса абонента, воспроизвели его, а потом начали общение с консультантом контакт-центра. Эта система может выявить такой момент и вывести предупреждающий сигнал. Также эта система может выявлять абонентов по отпечатку голоса вообще среди всех звонков в контакт-центр. То есть, например, компания может завести в эту систему голоса отпечатки своего верховного руководства, и с какого бы телефона это верховное руководство не позвонило в контакт-центр, с ним всегда будут обращаться учтиво и вежливо, потому что любой консультант в контакт-центре увидит специальный предупреждающий значок. Собственно, эта система стоит уже установлена в двух контакт-центрах крупных европейских операторов, и у нас даже есть обратная связь от этих компаний. И, собственно, цифры такие. Операторы зарегистрируют на 13% уменьшение длительности среднего разговора, что как бы уже хорошо, это там высвобождает и эфиры, и снижает нагрузку на контакт-центр. И, кроме того, есть данные, что до 80% растет удовлетворенность самих абонентов, и, что самое интересное, почти в два раза выросло удовольствие сотрудников контакт-центра, потому что им уже не требуется совершать какие-то такие бессмысленные с точки зрения операции. Это, собственно, первое, что хотел сказать. Второе. Я считаю, что пока еще недооценены на операторском рынке решения, которые позволяют анализировать жизнь и активность абонента, и на основании данных об этой активности составлять некий портрет. То есть, например, есть категория системы. Я даже знаю, что один из мобильных операторов в России и большой тройке ведет эксперименты с подобными технологиями. Можно, например, следить за теми номерами, куда абонент звонит. Если, например, эти номера попадают, их можно проверить по специальному справочнику и выяснять, что, например, так абонент позвонил в банк. Значит, он интересуется финансовыми услугами. Значит, ему можно предложить, например, какие-нибудь услуги от банка-партнера, какие-нибудь сервисы по мобильной коммерции и тому подобное. Также, например, есть такая проблема у мобильных операторов в том числе. Примерно 30-40% данных о абонентах в CRM оператора не верны, потому что абоненты меняются сим-картами, сим-карты могут быть оформлены вообще непонятно на кого. И, например, все инициативы в области мобильной рекламы, они обычно заканчиваются ничем, и операторы могут таргетировать свои рекламные предложения только, например, по местоположению и по тому, сколько абонент потратил денег. Потратил он больше полутора-двух тысяч рублей, значит он богатый. Давайте ему пошлем рекламу какому-нибудь автосалону. А подобная система может выявить в том числе пол абонента, его примерный уровень дохода, его интересы. Например, можно узнать, что этот абонент интересуется домашними животными, и предложить ему какие-нибудь интересные вещи, скидку, в зоомагазин партнера, условно говоря, и вообще много чего. Также эта система может в реальном времени увидеть, что абонент начал ходить по сайтам конкурентов, интересоваться их тарифными предложениями. Это, скорее всего, будет означать, что он сравнивает тарифы, готовится, например, уйти, и в совокупности с анализом направлений, его вызовов изменились, изменились ли паттерны звонков. Например, если у него в звонках исчезли некие повторяющиеся постоянные номера, значит, что, наверное, он уже всю семью перевел на другого оператора, и нужно бы ему позвонить, поинтересоваться, как у него дела, и, возможно, предложить скидку, какую-нибудь долгосрочную скидку на услуги. Так, потом у нас еще есть продукт, который позволяет реализовать метод, так называемого, мягкого отключения. Это применимо не только для мобильных операторов, а в том числе для интернет-провайдеров. Некоторые интернет-провайдеры, у меня даже есть такой домашний интернет, когда кончаются деньги, он просто тупо отключает абонент от услуг. Соответственно, у мобильных операторов имеется похожая проблема, но там, например, если абонент пользуется тарифным планом просто передачи данных с iPad, его, например, уже научились перенаправлять на специальную страничку, на которой говорят, что абонент окончились деньги и нужно бы заплатить. Обычно, если абонент просто голосовой абонент, он может даже не узнать, что его отключили. Ему просто придет смс-ка о том, что у него баланс ниже критического уровня. Но если на него не обратить внимание, то при следующем звонке он может столкнуться, что он заблокирован, ему придется вспоминать, каким образом вносить обещанный платеж и тому подобное. Есть предложение, скажем так, абонента всегда оставлять в интернете при исчерпании его баланса, но при этом при попытке открыть любой сайт абонент будет преднаправляться на специальную платежную страничку, в которую можно будет внести обещанный платеж, выбрать любой другой способ пополнения счета, ну и, например, он там же сможет заплатить. Также на этом маленьком микропортале можно информировать абонента о новых тарифных предложениях оператора, рекламировать, продвигать какие-то предложения партнеров и тому подобное. Также наше решение позволяет перехватывать ошибочные запросы абонента при попытке открыть какой-нибудь сайт. Кстати, по данным статистики, примерно 20% попыток, скажем так, открыть какой-нибудь сайт в интернете, они заканчиваются неудачей, потому что абонент ошибается буквами, либо еще чем-нибудь. Таким образом, у оператора появится несколько способов, несколько каналов привода абонентов на специальный операторский портал, которым можно рекламировать разные тарифные предложения, партнеры, предлагать им разные интересные тарифные предложения. Например, у операторов, если вспомнить мой опыт работы в Скайринке, например, у Скайринка была большая проблема, что когда абоненты-модемщики все пользуются модемами, голосовой связью почти никто не пользуется, и, соответственно, нет никакого канала связи с таким абонентом. И на него невозможно занести никакие тарифы, потому что, например, софт модема либо не принимает, либо абонент просто не смотрит смс-сообщение, соответственно, имейл, никто его никогда и не знает. Через эту платформу, через этот сервис абонентам можно доносить какие-то интересные предложения. Следующая наша идея, такой, скажем так, продукт, он больше предназначен скорее для банков и для разных, скажем так, агентств, которые занимаются микрокредитованием или взиманием какой-либо задолженности с клиентов. Соответственно, сейчас что происходит, если банк или какая-нибудь микрокредитная организация по какой-то причине не получает платежи от клиентов? Она начинает ему звонить, его долбить звонками, собственно, ничем обычно это не заканчивается. Есть предложение, есть концепция продукта, которую мы сейчас тестируем. Смысл заключается в том, что абоненту, кроме напоминания о существующей задолженности, ему также можно прислать некое специальное уведомление, в котором будет сообщено, что у него имеется задолженность, и будет предложено ее погасить одним из нескольких способов, и в том числе напрямую через мобильную коммерцию большой тройки мобильных операторов. То есть, например, какая-нибудь компания может позвонить абоненту, сказать, что у него есть просроченный платеж, 500 рублей, например. И сразу ему можно будет выслать специальную платежную смс, и абонент сразу его платит, этот инцидент будет урегулирован. Таким же образом эта система может быть использована, например, разными интернет-провайдерами. Например, сейчас, когда у меня отключается интернет дома, мне просто приходит смс, что вам необходимо внести деньги. Подобное решение у любого интернет-провайдера позволит абонентам целенаправленно отправлять такие предупреждающие смски, через которые абонент сможет их даже оплатить, продлить срок оказания услуг еще на день, на два, чтобы он успел заплатить и тому подобное. Мне кажется, это вот все, что я перечислил, каким-то образом должно сказаться положительно на любви абонента, к оператору или к банку. Так, ну это наши регалии. Собственно, это наши заказчики. Тут можно увидеть знакомые всем логотипы и названия. Ну, собственно, вот мои контакты. Если кого-то заинтересовали подобные наши решения, можно с нами связаться. Мы ему с удовольствием вам их поставим и установим. Вот у меня все. Буду рад вопросам. Спасибо, Андрей. Вопросы к Андрею из зала? Из президиума. Добрый день. Прошу прощения. ДТА. Благодарю. Андрей. Александр Проскуриков, Восточный Ветер. Расскажите, пожалуйста, по анализу профиля абонентов. Есть у вас какие-то примеры? Оно у вас уже случилось? Вы этим уже радуете? Пока он находится, скажем так, в тестовой эксплуатации внутри нас. Пока мы его никем еще не обрадовали. Но я, на самом деле, могу рассказать, была подобная история в Штатах, не с нами. И я хочу сказать, необходимость более осмотрительно смотреть на законы государства, в частности персональных данных. В Штатах был несколько лет образовался стартап, который предлагал, по сути, нечто подобное. Там речь шла о том, что интернет-провайдеры собирают информацию о том, куда ходят пользователи, создают так называемый вектор интересов. И потом этим вектором интересов предполагалось, что они будут делиться с баннерными системами. Получается так, что человек, допустим, ползая по интернету, посетил разные сайты автомагазина. И тут ему сразу начинают откручивать баннеры с соответствующей рекламой. И тут внезапно комиссия по связи в Штатах узнала, что имеет место быть факт передачи данных о интересах абонентов на сторону, как бы не со стороны операторов. И эта компания мгновенно прекратила свое существование. А наша система позволяет выполнять ранжирование, скажем так, этих предложений внутри специального движка. То есть тот партнер или рекомендатель, он даже не знает, кому эти данные откручиваются. Он просто видит, что это предложение было показано 100 клиентам. Собственно, могу вот что сказать. У меня, собственно, был тот же самый вопрос по поводу закон о защите персональных данных, потому что больно может быть. Ну, собственно, тогда спасибо за внимание. Но решения нет, я понимаю, да, пока? То есть что делать в России, непонятно? Решение внутри выполнять ранжирование рекламных предложений и распределение их внутри оператора связи, а не посылать эти данные на сторону. Например, как один из операторов мобильных сейчас делает примерно то же самое. Вот они следят за тем, куда звонят абоненты. И если абоненты звонят в банк, либо в автосалоны, они начинают предлагать им в виде смс-сообщения предложения партнеров. Новые кредиты, шиномонтаж, хранение и тому подобное. А насколько это законно? В принципе, это такой очень скользкий момент, но я думаю, что практика, соответствующая, скоро возникнет, и подобные сервисы рано или поздно появятся, и их можно будет ныдять без страха. Спасибо. Спасибо, Андрей. Упаллодисменты.